Продолжение следует... Или блюзовая гамма. И вот, количество импровизаторов по пентатонике и блюзовой гаммы перевалило за такое немыслимое количество, что пентатоника и блюзовая гамма, опять же, успели всех заебать. В импровизации можно использовать все ноты на грифе. То есть хроматизмы. Вопрос, как их использовать функционально. Потому что если вы будете тупо какие-то там отдельные ноты извлекать, они могут не проканать, потому что диатонически не будут сходиться с аккомпанементом. Апгрейдим пентатонику в ми миноре. Напомню, как звучит пентатоника. Так вот, в принципе, ее можно сначала апгрейдить до блюзовой гаммы, добавить в блю ноту. Вот. Но в рок-н-ролле очень часто используются мажорные ступени. То есть, если мы добавляем мажорную ступень в блюзовую гамму, блюзовая гамма уже звучит иначе. Вот. Помимо мажорной ступени, я, допустим, люблю дарийский лад, я могу вставить еще дарийскую ступень. И мы получим еще дополнительный окрас к вот этому, допустим, пассажу. Смотрим. Вот такая вот фигня. То есть, допустим, мы можем даже добавить блюзовую гамму в гармонический минор. Такая фраза простенькая. Гармонический минор смеси с блюзовой гаммой. Звучит же. У каждого более-менее толкового гитариста есть свой импровизационный почерк. Впрочем, как почерк и звукоизвлечение. Импровизационный почерк состоит из заученных фраз, которые он, допустим, понапиздил у каких-то гитаристов. Или придумал сам. То есть, как раз таки с помощью вот этого простенького синтеза. Так что, народ, экспериментируйте. У вас выработается свой собственный стиль. И вас ни с кем невозможно будет спутать. Дерзайте. Пока. Субтитры подогнал «Симон»